Стартовала научно-практическая конференция «Россия-Китай. История и культура». Могут предоставить широкие возможности для вашего личностного развития. Молодые ученые КФУ продолжают радовать новыми открытиями. Иными словами, речь идет о создании компактного, многофункционального, легкого изготовления оборудования с довольно низкой себестоимостью. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Тагмина Мадатова. В зеленом зале главного здания Казанского федерального университета состоялась встреча ректора Ильшата Гафурова с руководством группы компаний «Изварина фарма». На встрече обсуждались вопросы потенциального сотрудничества университета и фармацевтической компании, а также взаимодействия в рамках подготовки кадров. В здании научной библиотеки Казанского федерального университета прошла конференция «Россия-Китай. История и культура». В здании научной библиотеки Казанского федерального университета прошло открытие пленарного заседания Международной научно-практической конференции «Россия-Китай. История и культура». На пленарном заседании форума проводили параллели между достижениями прошлого и будущего, обозначив университет как место зарождения целых научных школ. Например, именно Казанский федеральный университет стал колыбелью отечественного востоковедения. Только с созданием федерального нашего Казанского университета перед Казанским научным сообществом была поставлена амбициозная цель не только воссоздать былые традиции, но и стать, или попытаться тогда стать ведущим центром отечественной ориенталистики. Хочется напомнить, что это 14-я по счету Международная научно-практическая конференция «Россия-Китай. История и культура». В этом году мероприятие было посвящено таким важным историческим событиям, как столетие со дня образования Коммунистической партии Китая и Китайской Народной Республики и 20-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Также состоялись открытые лекции ведущих ученых Российской Федерации и Китайской Народной Республики по вопросам развития взаимодействия России и Китая. Мероприятие прошло в онлайн и офлайн форматах. Развитие экономики Китая и на среде китайско-российской дружбы, передающиеся из поколения в поколение, могут предоставить широкие возможности для вашего личностного развития. Данная научно-практическая конференция является ежегодным мероприятием и уже получила достаточную известность в научной среде. Амир Ахтямов, Фарид Захидаглы, Универньюз. В App Store появятся образовательные, научные и инженерные мобильные приложения Казанского Федерального Университета. Куратором проекта стал проректор по образовательной деятельности Тимирхан Алишев. Ректор Казанского Федерального Университета Ильшат Гафуров и председатель правления Банка Акбард Зуфар Гараев посетили совместную нейромаркетинговую лабораторию Нейролаб. Нейромаркетинговые исследования Ректор Университета и председатель правления Банка посетили лабораторию, чтобы узнать, как и в каких условиях в ней ведется научно-исследовательская деятельность. Наши медики, мы встречались с руководителем компании, разработчиком, они исследуют вопросы восстановления речи после тяжелых заболеваний, разных инсультов. Не только КТ, МРТ используют, они смотрят по данным маркерам, как вообще восстанавливается речь, как они воспринимают те или иные воздействия. То есть здесь огромное количество возможностей чуть-чуть программный продукт переработать. Поэтому вам большое спасибо, потому что вы дали старт, вообще нас свели. Лаборатория включает в себя комплекс профессионального нейрофизиологического оборудования и программного обеспечения для замеров неосознанных реакций респондентов на различные виды контента. В дальнейшем эти данные будут обрабатываться и учитываться при расчете маркетинговых метрик. Напомним, что решение о создании новой лаборатории было принято на рабочей встрече ректора вуза Ильшата Гафурова с руководителями основных структурных подразделений университета. Тогда же было рассмотрено предложение о включении нейролаб в структуру высшей школы, открытый институт инновационного, технологического и социального развития, института управления экономики и финансов Казанского федерального университета. Ариадна Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюз. Ученые КФУ совершают новые открытия, на этот раз в области химии. О новых разработках расскажем вам в следующем сюжете. Молодой ученый КФУ из химического института имени Бутлерова создал электрохимическую ячейку из полимолочной кислоты. Она имеет небольшие размеры, около 30 кубических сантиметров и позволяет проводить до 15 измерений в час. Цель нашей работы заключалась в том, чтобы спроектировать и изготовить из полимолочной кислоты с помощью 3D-печати проточную электрохимическую ячейку со сменно-модифицируемым реактором, с помощью которого будут возможны как клинический анализ, так и скриминг новых лекарственных препаратов. Электрохимическая ячейка представляет собой устройство, состоящее из емкости с токопроводящим раствором и электродов для осуществления электрохимических реакций. Устройство поможет распознать болезни пищеварительного тракта и нейродегенеративные заболевания. Также ячейка поможет устанавливать индивидуальную дозу медицинского препарата, анализируя скорость его выведения из организма и концентрацию в крови. Наша научная группа освоила полный производственный процесс создания данной системы, включающей печать ячейки, создание электродов к ней, модификацию реактора и проведение непосредственно самого анализа. Само по себе создание электрохимической ячейки не является чем-то новым. Однако ученым из КФУ удалось интегрировать в эту ячейку реактор благодаря использованию биосовместимых компонентов. Иными словами, речь идет о создании компактного, многофункционального, легкого возготовления оборудования с довольно низкой себестоимостью. Планируется и дальше развивать этот проект, в том числе путем создания новых модификаций для внутреннего реактора. Роберт Хасанов, Амир Ахтямов, Фарид Захитаглы, Универньюс. Кардиохирурги университетской клиники Казанского федерального университета впервые в Татарстане внедрили новый метод лечения хронической сердечной недостаточности. О том, что за метод и какой аппарат используется, узнавала наш корреспондент Елизавета Никитина. Сердечная недостаточность является одним из самых распространенных среди пациентов кардиологического профиля. При заболевании способность сердца качать кровь снижается из-за увеличения и ослабления левого желудочка, главной насосной камеры сердца. В результате этого развивается прогрессирующая сердечная недостаточность, нарушение ритма и проводимости. Даже при использовании традиционных методов лечения смертность среди таких пациентов остается очень высокой. Согласно новой методике, пациентам устанавливается имплантируемое устройство нового класса, разработанное для коррекции этого состояния, модулятор сердечной сократимости. Благодаря этому аппарату повышается сократительная способность миокарда за счет воздействия на клеточном уровне, увеличивая работу, улучшая работу кальциевых каналов. Тем самым визуально и технически он схож с аппаратами, которые устанавливались ранее и являлись, грубо говоря, протезами электропроводящей системы сердца. В данном случае аппарат обладает другими функциями, воздействуя на сам миокард, улучшая его сократимость без внесения изменений на ритмы сердца. Сам прибор относительно малых размеров, не больше спичечного коробка. По размеру он больше похож на кардиовертор, то есть несколько больше, чем сам стимулятор, но вместе с тем он достаточно компактный, потоньше и фактически он после имплантации незаметен и даже не ощутим для пациента. Аппарат работает несколько часов в день. За это время его сигналы позволяют повысить уровень внутриклеточного кальция, что приводит к увеличению силы сокращения кардиомиоцитов и в конечном итоге к улучшению состояния пациентов. Аппарат несет лечебную нагрузку. Эффект от его воздействия начинает проявляться примерно через месяц. В отключении аппарата нет необходимости. Он продолжает работать с пациентом в течение всей его жизни. Специалисты униклиники КФУ планируют оказывать подобную помощь на постоянной основе жителям как республики, так и других субъектов России. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюс.